приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 6 марта в этом видео поговорим о православном календаре что нас с вами ожидает в этот день какие праздники двух замечательных святых в этот день далее уделили внимание народному календарю и поговорим о том что можно и чего нельзя делать в этот день друзья далее все более подробно прямо сейчас ставьте лайк а в комментарии напишите слово вселенная и обратитесь вселенной со своими мыслями со своими благами через комментарии под этим видео почему потому что именно это видео заряжено определенные вибрации и потоки напишите слово вселенной обратитесь пожалуйста не пожалеете буквально полминуты но вы тем самым можете изменить свою жизнь прямо сейчас на мы с вами друзья начинаем и так 6 марта православная церковь отмечает память двух замечательных святых деятелей преподобного афанасия исповедника и мученика мориса апамейского хотя они жили в разные века они оба продемонстрировали непоколебимую приверженность своей вере и готовность пострадать за нее начнем мы друзья с преподобного афанасия исповедника преподобный афанасиев по павлометрии жил на рубеже восьмых девятых веков родившийся в константинополе он с ранних лет жаждал монашеской жизни и став достаточно взрослым он принял монашество в монастыре павла петре вефинии когда афанасий стал игуменом гонения на святые иконы возобновились святитель афанасий отстоял истинную веру и стал одним из самых доблестных борцов за православие его подвергли пыткам ссылки и заточению но эти испытания не сломили мужественного исповедника несмотря на трудности с которыми ему пришлось столкнуться преподобный афанасий оставался стойкий в своей преданности богу и православной церкви подавая вдохновляющий пример будущим поколениям а вот мученик маврики апамейский был военачальником из города апамея сирия и в 305 году во время правления императора максимиана он пострадал за свою веру вместе со своим сыном фатином и 70 подчиненными воинами во время гонений языческие жрецы донесли императору что маврики распространяет христианскую веру святой вместе с сыном и подчиненными ему воинами были арестованы и преданы в сад суду задержанные твердо исповедовали свою христианскую веру и отказались отказаться от православия их беспощадно избивали мучили железными крюками и сжигали огнем после долгих пыток в присутствии отца юноша фатин был обезглавлен но это не сломило его затем мучеников отвели в болотесную местность полную комаров оводов и ос и привязали к деревьев да еще и намазов тела медом насекомые жестоко жалили и которые мучили голод и жажда но святые не переставали молиться и прославлять господа бога через десять дней им отсекли головы а тела бросили без погребения тайна ночью христиане похоронили останки мучеников на месте казни поэтому духовное нас наследие продолжает вдохновлять и укреплять верующие на верующие на их путь веры вспоминание их жизни и жертвы мы можем найти воодушевление твердо стоять своей вере и противостоять любым трудностям которые могут встретиться на нашем пути ну а в народном календаре также этот день 6 марта имел свое особое значение и сопровождался множеством народных примет и поверье и в этот день народный календарь отмечает день маврикия или маврикия в день или еще называют этот день афанасия или афанасия в день этот день считается особенным так как именно этот день может пролить пролить свет на то какой же будет весна и как мы уже сказали ранее маврикий или маврикия в день который приходится на 6 марта мангель маврикий был христианским мучеником командиром римской империи который был казнен за веру в начале четвертого века и в честь него этот день и получил свое название кроме того в народных традициях этот день связан с пробуждением природы после зимней спячки к считается что в этот день просыпаются медведи их поведение может предсказать какой будет весна если медведь выходит из берлоги и видит свою тень то испугавшись снова уходит в берлогу это означает что весна еще не близко также в этот день как мы уже сказали ранее отмечается день афанасия и в этот день также существовало множество примет связанных с погодой например если на афанасия стоит мороз то весна будет холодной и затяжной если же тепло то весна придет рано и будет теплой 6 марта считается днем когда можно было судить о том какой же будет весна если на этот день выпал снег то весна будет холодной и дождливой если же солнце светит ярко то весна будет теплой и солнечной если 6 марта дают сильный ветер то весна будет ветрена если же ветер слабый то весна будет спокойной также друзья как этот день наши предки возили навоз на поля это была очень важная работа потому что это было очень важно чтобы подготовить почву уже к весеннему посеву навоз был естественным удобрением которое обогащало почву необходимыми питательными веществами и крестьяне верили что чем раньше они начнут возить навоз тем лучше будет урожай в этом году также в этот день наши предки готовили особое блюдо черную уху это было не просто рыбная уха настоящее народное блюдо которое готовилось из рыбы состав ухи входили такие виды рыбы как карась красноперка влещ плотва пескарь и другие рыбы черное ухо отличалось от других видов ухи использованием огуречного рассола в рассоле варили рыбу добавляя всякие коренья и пряности это придавало блюда особый вкус и аромат разделение ухи на белую черную и красную связано не только с применением разных сортов рыбы но и пряностей которые добавлялись в блюдо например красную уху называли потому что она была приготовлена из лососевой рыбы а также блюдо в это добавляли шафран да дорогая специя но все же белую уху готовились белые рыбы сиго судак для приготовления черной ухи использовали сорную рыбу кроме того наши предки старались еще и приготовить саламур к ухе поэтому если вы сегодня будете 6 марта готовить их у не забудьте приготовить саламур кстати напишите в комментариях а вы знаете что такое соломор и вы знаете не во всех регионах и умеют это готовить именно саламур а вы знаете как вкусно это сухой поэтому напишите в знаете ли вы что это такое и вы знаете 6 марта этот день был связан с тем что птицы прилетали из теплых краев в этот день люди особенно внимательно следили за птицами и пытались увидеть в их поведении знаки и предзнаменования считалось что в первом в семье увидеть как грачи вьют гнезда это был хороший знак который обещал такому человеку нежданное счастье грачи всегда были одними из первых птиц птиц которые возвращались из теплых краев их прилет считался символом приближения весны наши предки старались птиц подкармливать считалось что именно в этот день если вы будете подкармливать птиц то в доме будет достаток кроме того люди верили что если подкармливать птицу то она вернется в следующем году и принесет собой удачу и благополучие вообще подкармливание птиц всегда во все времена считалось добрым делом который помогает людям стать ближе к природе и чувствовать себя частью единого целого конечно же в народных поверьях существует множество знаков связаны с поведением птиц если птица улетает от вас это может означать что вам предстоит отправиться в дальнее путешествие ну а если же птица садится рядом с вами это может говорить о том что вы находитесь в гармонии с природой но если птица поет утром это считается хорошим знаком предвещающим удачный день если же птица поет вечером это может означать что вам следует быть осторожными и длительными что же нельзя было делать 6 марта по народным приметам традициям и друзья обрядом вы знаете каждый день в народном календаре имеет свои особенности и запреты и наши предки старались соблюдать чтобы избежать неприятностей и проблем поэтому 6 марта имеет свои определенные ограничения которые нельзя нарушать и так 6 марта запрещается выражить на любовь и проводить любовные магические обряды и ритуалы считается что тот кто ослушается данного совета принесет к себе и в свою семью нищету болезни и пожизненные разочарования этот запрет связан с тем что в этот день силы природы находится в состоянии неустойчивого равновесия и любые попытки повлиять могут привести к непредвиденным последствиям также 6 марта нельзя жечь свечки за непослушание судьба может наслать неприятности и горести вообще в этот день 6 марта огонь имеет особую силу и может привлечь негативные энергии поэтому если вам нужно осветить комнату использовать электрический свет или лампу в этот день 6 марта также нельзя истирать считается что в этот день в этот день стирка может привести к болезням или к несчастьям этот запрет связан с тем что в этот день вода имеет особую силу и может привлечь к вам негативные энергии также в этот день нельзя мести пол веником иначе из дома вы метутся приятные эмоции и благополучия и считается что любые попытки сделать что-либо сегодня с веником подметать то лучше этого не делать вас вам нужно убраться в доме в этот день 6 марта тогда используйтесь современная техника мы например виде пылесоса или как вариант возьмите мокрую тряпку также в этот день 6 марта запрещено рукодельничать по народной примете в семью рукодельницы придут измены обманы и скандалы этот запрет связан с тем что в этот день силы природы могут повлиять на отношения между людьми и привести к негативным последствиям если вам нужно заняться что-то связанное с рукоделием с шитьем вязанием и так далее лучше отложить это все на другой день кроме того 6 марта не рекомендуем вступать в ссоры и конфликты считается что в этот день силы природы могут усилить негативные эмоции и привести конфликтам которые будут тяжело разрешимы если у вас возникли разногласия с кем-то лучше подождать и попытаться решить проблему в другой день женщинам 6 марта нельзя показывать пальцем на летящую ласточку иначе можно лишиться своей красоты этот запрет запрет связан с тем что ласточка считается символом красоты и молодости и любые попытки повлиять на нее могут привести к негативным последствиям если вы увидели летящую ласточку лучше умыться молоком тогда прелесть и молот молодость вашего лица сохраняться надолго также нельзя было разрушать и ласточкины гнезда это вообще большой грех наказанием за кору к за которым будут не проходящие уродливые пятна по всему телу этот запрет связан с тем что ласточки считаются священными птицами и гнезда считаются символом домашнего очага и благополучия поэтому если вы обнаружили ласточки на гнездо лучше оставить его покоя кроме того в этот день не стоит заниматься глажкой иначе можно оказаться в ситуации которые часто называют мягко стелить до жестко спать этот запрет связан с тем что в этот день силы при природы могут повлиять на качество вашей работы и привести к непредвиденным последствиям поэтому если вам нужно погладить одежду лучше отложить такую работу все-таки на другой день также в этот день не стоит щелкать семечки считается что таким образом все зубы могут выпасть этот обряд связан с тем что семечки вообще считается символом здоровья и благополучия и любые попытки повлиять на них могут привести книга с негативным последствиям поэтому если вы хотите сохранить здоровье ваших зубов все таки воздержитесь от того чтобы пощелкать любимые семечки в этот день 6 марта не рекомендуется мужчинам первыми здороваться с женщинами 6 марта иначе в семье не будет уважения этот запрет связан с тем что в этот день силы природы могут повлиять на отношения между мужчиной и женщиной и первое и первое если мужчина поздоровается женщиной может быть воспринято как проявление неуважения лучше просто кивнуть проходящей мимо знакомой не нужно супругам которые прожили меньше года вместе 6 марта спать раздельно это народная примета к скорому разводу этот запрет связан с тем что в этот день силы природы могут повлиять на отношения между супругами и если супруги будут спать раздельно это будет воспринято высшими силами как проявление отчуждения поэтому лучше провести этот день вместе и продемонстрировать свою любовь и привязанность друг другу далее в этот день 6 марта нельзя молча проводить первые полевые работы которые принято было планировать на этот день иначе урожая не будет считается что в этот день силы природы пробуждаются от зимней спячки любые попытки повлиять на них молчание могут привить привести к негативным последствиям поэтому лучше произнести несколько добрых слов или пожеланий обращенных природе чтобы обеспечить хороший урожай также хозяйки дома нельзя есть первое вытащенное из-под курицы яйцо иначе в семье начнутся ссоры на почве безденежья вообще яйцо считается символом благополучия и богатства и первое яйцо должно быть употреблено именно главой семейства для того чтобы обеспечить процветание и благополучие всей семьи кроме того в этот день запрещено утираться чужим полотенцем иначе вы можете забрать себе горести того человека который вытирался им до этого этот запрет связан с тем что полотенцем тот предмет который поглощает энергию человека и если человек пользуется чужим полотенцем то это может привести к негативным последствиям поэтому лучше использовать свое собственное полотенце или предложить человеку новое полотенце далее друзья рожденные 6 марта им суждено помогать престарелым родственникам это может быть связано с тем что они от природы заботливые и сострадательные они всегда готовы прийти на помощь тем кто мне нуждается поддержать тех кто слаб и беспомощен талисманом для тех кто родился 6 марта является хризалит этот камень известен своими целебными свойствами и способностью приносить удачу также этот камень способен улучшать зрение укреплять иммунную систему и помогать при лечении болезни сердца хризалит также обладает способностью успокаивать нервы и помогать в борьбе с депрессией чтобы хризалит принес удачи и помог своему владельцу его следует носить так чтобы камень касался кожи это может быть кольцо подвеска или браслет также можно носить в кармане или в сумке но в этом случае его следует периодически вынимать и прикладывать к телу что же касательно снов то сны с в ночь с 5 на 6 марта имеет особую силу и могут предсказывать будущее этот день считается благоприятным для толкования снов и люди стараются запомнить эти сны почему потому что считается что сны которые приснились с 5 на 6 марта обязательно сбываются в течение полугода вот такой друзья у нас с вами день 6 марта по народным приметам традициям и обычаям прямо сейчас ставьте лайк друзья в этом видео те кто спрашивали как нас можно благодарить поддержать друзья ссылка есть в описании до ваши донаты нам будет будут приятны но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна друзья это следующее рекомендованные видео для вас нажимайте на то виде которым на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите всех вам мыслимых друзья и немыслимых благ услышимся с вами буквально в следующем видео